Раньше всех из отпуска вышел театр кукол. В начале сентября они показали самым маленьким зрителям историю гусеницы по имени Мишель. Неожиданно для публики за лето труппа подготовила еще две постановки. Приключения Буратино для дошколят и младшеклассников и Недроссель для зрителей постарше. По традиции театральной обычно мы к новому сезону готовим по одному примерному спектаклю. А в этом году так получилось, что три примерных постановки, но у нас осенью грандиозное событие состоится. Поэтому, конечно, мы поработали очень слаженно, активно летом, чтобы октябрь и ноябрь посвятить уже подготовке и проведению фестиваля. Готовятся там к первому всероссийскому фестивалю театров «Кукол за зеркалье». Он пройдет в Барнауле в ноябре. Пока у артистов есть время поработать над речью и улучшить свои навыки. В театре драмы основное внимание в начале сезона – шукшину. Сегодня здесь стартует Всероссийский фестиваль. Несколько дней на сцене спектакля только по произведениям Василия Макаровича, но не шукшиным единым. В планах драмы на сезон – гоголевский ревизор, новогодние космические приключения и спектакль по пьесе Юлия Масараяна «Лучшие годы вашей жизни», за который автор получил в 1939 году Пулитцеровскую премию. А также постановка на военную тему в честь Года памяти и славы. Есть такой роман Альберта Лиханова «Непрощенная». Молодой режиссер Евгений Гомоной пишет инсценировку, он уже связывался с автором. В фестивальных планах драмы конкурс постановок по произведениям Достоевского. В Великий Новгород повезут кроткую молодого режиссера Рачи Махатаева. А коллег драмы из молодежного театра пригласили в Ярославль с бойцовским клубом. Мы очень рады, потому что попасть на такой значимый фестиваль – это большая честь. И, конечно, мы рассчитываем на какую-то награду, на какую-то победу. Доктор Гибс входит в дом. Все в порядке? Да! Родина, как кошка! Открыли сезон в молодежке спектаклем «Наш городок» по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Среди творческих планов «Золушка», «Гамлет», военный спектакль по стихотворениям Твардовского и постановка по эскизу школы-студии МХАТ «Мой папа Питер Пен». Музыкальный театр тоже обрадовал литературной премьерой. Сезон открыла «Капитанская дочка». Этот спектакль создавался для нашего театра. Это такой эксклюзив на Алтайском крае. Состоялась премьера с музыкой Евгения Загота, либретта Карена Кавалериана. Еще на сцене музыкального в юбилейном 60-м сезоне поставят «Любовь и голуби» и детскую сказку «Площадь картонных часов». Крезюмируем. Сезон будет насыщенным. Главное – выбрать время и успеть все посмотреть. Тарина Миллер, Валентина Скерва, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком.